Даниловская мебель предлагает изготовление мебели по вашим размерам. Прихожие, кухни, детские, гостиные, большой выбор матрасов, наличие на заказ. Сейчас для вас и красивая мягкая мебель. Купите вам свои мечты у нас. Даниловская мебель. Торговый дом Феникс. Виноградово, 37. Всем привет, друзья! Сегодня чудный день. А чудный он, потому что мы с вами проведем его не на работе и даже не сидя дома, а в небольшом путешествии. Сегодня отправимся на другой берег реки Сухана, заедем в Троицеглединский монастырь и побываем еще в одном очень интересном месте. Поехали! Оказалось, что первым пунктом нашей экскурсии был вовсе не Троицеглединский монастырь. Сначала мы приехали в Дымковскую слободу. Тут нам рассказали об истории появления двух здешних храмов – Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского. В одной из церквей совсем недавно закончилась реставрация, что, безусловно, добавило ей привлекательности. В истории этих храмов было множество интересных событий. Вот, например, из храма Дмитрия Солунского в 1984 году были украдены редкие иконы – чудо или истечение обстоятельств, но спустя почти 30 лет святыни были найдены и возвращены в Великий Устюг. На восточном фасаде этой церкви есть огромная пятиметровая фреска с изображением спасов-седержителя, который в старину напутствовал у стюжан, отправлявшихся в путь посухания. Дымковская слобода известна еще и тем, что именно отсюда, с правого берега Суханы, открывается самый красочный вид на Великий Устюг. Городская набережная и сегодня, и столетия назад считалась лицом города. Построить дом на этой улице могли себе позволить единицы у стюжан. Набережная Великого Устюга считалась самой престижной улицей в городе. Здесь жили только богатейшие у стюжане. А вот еще одна достопримечательность провинциального у стюга и в былые времена, и сегодня. Лето для многих женщин – это пора частых походов к полоскалкам. Раньше удачным считалось такое лето, за которое хозяйки на реке успевали перестирать все белье. Нам не нужно ничего было стирать, поэтому мы отправились дальше. Нас ждал Троицеглядинский монастырь. Знакомство с историей монастыря началось возле его стен. Сюда же, поприветствовать гостей, вышел вот такой местный житель. Он оказался очень дружелюбным и гостеприимным. Из рассказа экскурсовода мы узнали о том, что строили монастырь у слияния Суханы с югом. Проще говоря, раньше пейзаж здесь был совсем иной. Но в 1807 году Сухана сменила русло, и сейчас вместо водной глади перед монастырским угором простираются зеленеющие поля. Говорят, в том месте, где сегодня стоит монастырь, раньше был целый город. В 1178 году он был построен здесь по приказу великого князя Всеволода Большое Гнездо и назывался Глядин или Гледин. О самом городе сведений сохранилось очень мало. Его истории овеяны легендами и преданиями, в которых Гледин предстает богатым и славным городом. Погубили его якобы злые татары, польстевшиеся на золото у стюжан. На самом деле все было совсем не так. Город Гледин был разрушен в 15 веке в результате междоусобных войн русских князей. Его тогда восстанавливать не стали, а вот Троица Глядинский монастырь отстроили заново. Дошедший до наших дней ансамбль монастыря сложился к первой половине 18 века. Тогда на средства богатых остюжских купцов главный собор, а затем и церкви были выстроены в каменном исполнении. Чуть позже по периметру появились и каменные стены. Удивительно, но почти все постройки Троица Глядинского монастыря не подвергались поздним переделкам и сохранили неизменными свои первоначальные формы. Этот монастырь стал свидетелем многих событий российской истории. Как пишут в исторических документах, он пережил и реформы Петра I, и секуляризацию церковных владений в правлении Екатерины II. Был упразднен в 1841 году, а в 1912 открылся вновь в качестве женской обители. Троица Глядинский монастырь был окончательно закрыт в 1925 году. После этого монастырьские постройки использовались под колонию для беспризорных, детский дом-изолятор, пересыльный пункт для раскулаченных и дом для престарелых. С начала 80-х годов XX века ансамбль Троица Глядинского монастыря находится в видении Великоустевского музея-заповедника. Благодаря этому сегодня все желающие могут воочию увидеть здешние старинные церкви, погулять по территории монастыря, как сотни лет назад это делали монахи, и своими глазами посмотреть на, пожалуй, главную здешнюю достопримечательность – уникальный иконостас Троицкого собора. Резной, золоченый, на его возведение ушло 8 лет. Иконы здесь написаны ярко, изящно, но особенный, торжественный вид иконостасу придают позолото и огромное количество деревянной скульптуры. Оформление одних только царских врат поражает. Сложно предположить, что эти фигуры – дело рук мастеров резьбы по дереву, настолько одухотворенно они выглядят. Красоту величественного иконостаса Троицкого собора монастыря в ходе своего визита оценил и президент страны Владимир Путин. Но и мы, вслед за главой государства, впечатлились этим рукотворным великолепием. Знакомство с Троицегледенским монастырем подходило к концу, а путешествие продолжалось. Наш, на первый взгляд, паломнический тур включал в себя посещение еще одного интересного места. Вот то интересное место, в которое я вам обещала заехать. Это конюшенный двор. Там нас уже ждут лошадки. На конюшенном дворе лошадки нас встречали и большие, и маленькие. У каждой свой характер, своя порода, своя масть и свое интересное имя. Но, как оказалось, у всех них есть одна общая страсть. Они очень любят сахар. Зная это, мы, как порядочные гости, пришли к ним не с пустыми руками. Захватили с собой сладкого лакомства. На конюшенном дворе в деревне Барсуково нам показали, как правильно запрягать лошадь. Оказывается, делают это без единого узла. Пришла пора проверить, насколько прочно закреплена повозка. Мы стесняться не стали и забрались на телегу всей честной компании. Откровенно говоря, мне даже стало жаль лошадку, но владельцы конюшни заверили мне в том, что ей вовсе не тяжело везти такое количество людей. После этого заявления Муки Совистика к рукой сняла, и мы поехали кататься. Катание на телеге, это, конечно, хорошо, но приехать на конюшенный двор и не погорцевать верхом, это было бы просто преступлением. Признаюсь вам честно, до сегодняшнего дня я каталась на лошади только один раз в жизни. Пришла пора это исправить? Подойду сейчас к скакуну, оседлаю его одним легким движением и как, поскочу? Я себе мою конную прогулку представляла именно так. Правда, до того, как увидела высоту стремени. На деле взобраться на лошадку оказалось не так-то просто. Какая уж тут грация. И все же вершина была покорена. Седлее оказалось с первой попытки. Но, как вы уже поняли, до Галопа дело не дошло. Прогулка моя была максимально размерена и проходила под чутким руководством опытного наездника. Катание на лошади оказалось чудным развлечением. Теперь я даже подумываю бывать на конюшенном дворе чаще. А на сегодня мой отдых у Барсукова подходил к концу. Пора было оседлать наш автомобиль и возвращаться домой. День удался. Ну что, как, друзья, вам в моем путешествии? Лично мне очень понравилось. Поэтому я, как всегда, и вам советую не сидите на месте. Колесите по Великого Стивовского района. У нас есть что посмотреть. Попутного ветра! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»